Привет-привет, друзья! С вами Амвай 921. Сегодня мы поездим, посмотрим два боя на ФЦМ-50Т. Оба боя будут довольно неплохими по результатам и довольно показательные в том числе. Играем мы во взводе здесь на трех льготных премах. Два из них это ФЦМ и один вот Пеграш на ИС-6 играет. Что позволяет этот танк? Позволяет быстро ездить. Если это так, то этим нужно пользоваться. Мы, например, со взводным выехали сразу же наверху на Вайлдпарк, не боясь никого, потому что бояться пока некого. Только Т-32 одинокий тут приехал, едет бортом, никуда не глядит, ни в кого не стреляет. И мы очень серьезно его наказали в самом начале сразу же. 49 хп оставили. И вот теперь, дружок, играй. Едет следом за ним Т-28 прототип. Мы на него сводимся уже в два ствола его. Разбираем очень быстро. А где второй ствол? Почему я только разбираю? Ну, короче, я стою. Он на ходу. По мне не стреляет. Я вижу, что вообще никто не стреляет. Там вот какие-то трассеры полетели. И тут в корму уже. Короче, когда стреляют в корму, необходимо срочно удирать. На ФЦМе нужно понять, что маневренность нам дана не для того, чтобы мы быстро выезжали из-за угла и лоб в лоб с кем-нибудь перестреливались и быстро заезжали назад. Вовсе нет. Для того, чтобы если где-то откуда-то прилетает в каком-то месте карты, то срочно меняем позицию, перемена мест. И с другого места уже открываются совершенно другие перспективы для нагиба. Вот, например, мы объехали вместе со взводным вокруг этого всего вот поезда. И теперь, что мы тут видим? Т-28 уже ни жив, ни мертв. Забился в угол, весь трясется. Все болты из него повыпали, масло вылилось. И я его здесь уже добиваю. И мы уже здесь втроем, наши маршруты не случайно здесь сошлись. Как раз мы с разных сторон залетели на это все. И здесь в центре карты уже победа. Вроде бы счет 2-2, но бой, очевидно, уже в нашу пользу идет, потому что мы теперь имеем прямую... Ээээ, хорош, серверный прицел. Хорош так делать. Попадая все со взводного, для тех, кто не заметил. Ну, короче, залетаем мы опять же вдвоем. И тут неожиданно, я понимаю, что не так-то просто все оказывается. Попадаю сразу в фокус трех орудий. Почему-то получаю всего лишь один урон, но я... Мне мало, мне нужно еще разок. Вот, пожалуйста, от суперпешинга получи. Но я подумал просто, что, как обычно, знаете, успею. Да я успею. И оказалось, что не казалось, не успел. Так, здесь нельзя вылезать. Лев смотрит и 34 суперпешин здесь стоит, и нас убьют здесь очень быстро. Теперь мы попали в то, за что боролись. Уезжаю, меняем перемены мест. Слово перемены мест для игры на таких вот танках, как ФЦМ, должно быть настольным, знаете. Постоянно нужно перемещаться, постоянно менять места. Когда вы переезжаете на другое место, то кто-нибудь с кем-нибудь там уже перестреливается, и вас, как правило, не ждут. Как правило, вы всегда плохой сюрприз для противника. Вот как ИС-3. Он, наверное, думал, что он тут вдвоем всего лишь Т-34 и кинулся его тут атаковать в клинче. Но что вышло? Вышло, что он, не успев проехать пару метров, напарывается на еще трех наших танков и уже умирает очень быстро, благодаря фокусированному огню. Счет 4-6. Мы даже проигрываем при этом всем. Я почему-то думал, что с самого начала бой будет просто как по нотам разыгран. Ничего в нем сложного не будет. Даже настолько заигрался, что я не вижу, в углу артиллерия засветилась. И только по выстрелу в стену, слышите звук? Я понял, что что-то я кого-то пропустил. Вижу, блин, правда, артиллерия, возвращаюсь. Ну и вот ее убиваю. Попади она, была бы другая история в этом бою. Ну вот счет 6-9, оказывается, мы проигрываем. Один наш возводный уже поиграл, пацан. И теперь уже как-то нужно все-таки этих всех разбирать. Самая сложность, когда противники встали кучей. Вылезать на кучу и разбирать ее с какого-то краешка всегда очень сложно. Это всегда сложнее, чем какого-то одного танка найти, брошенного союзниками. И налетев на него целой кучей, его раздолбить. Теперь наоборот. Теперь мы с разных сторон, хоть и мы окружили противника, но они все фуловые. Там супер першинг полный, Т-34. Полный лев там тоже особо не побитый. Только ИС-6 немножко пострадал. Вот и еще где-то малявки ползают у противника. И вот какая-то дырочка есть. Я ее пользую для ФЦМа. Самое главное, чтобы по мне не стреляли. Правило номер один. Это самый высокий приоритет в задачах, чтобы не получать урон. Вот я выезжаю и вижу, что опять отвернулся американ. Ему еще разок в каток, чтобы не расслаблялся. Вижу, что он на меня так и не смотрит. Выстрелил. У меня есть секунд 12. Можно пару раз выстрелить. Не стесняюсь. Но почему-то я тут решил перестраховаться. Отъезжаю назад. Наверное, это было зря. Потерял немножко времени. Мог бы, наверное, уже этим выстрелом добить Т-34. Ну, короче, не суть важно. Добью следующим. Сейчас счет уже 10-11. Стало немножко полегче. Полегче, но не до конца. До конца нам станет полегче, когда скажет кто-нибудь «Воу-воу». Полегче. ИС-6. Никак не могу попасть в его уязвимые места, то в гуслюту в экран. Выходит снаряд. Здесь уже необходимо посводиться как следует. Ну вот, получается. Хочу отметить, что в этом бою практически только на ББшках воевал. Потому что у меня была, ну, скажем, такая цель. Найти какие-то вот, поиграть в такие бои, где только на ББшках. И узнать, сколько способен фармить данный танк при каких-то вот хороших боях. Когда действительно понабивал урона. Когда там все-все-все-все-все. И этот, в принципе, один из тех. То есть, пример экстра-хороших боев по финансовым итогам. Ну, на тему того, фармить или не фармить ФЦМ. Можно уже судить вполне по этому бою. Но итоги после боевой статистики будут сразу за боем. Поэтому, в общем, ну, вы все увидите, поймите. Я никак бы не буду документировать, это понятно. ИС-6. Попадание без урона. Опять, когда там попал вот этот ИС-6. Он заехал за забор. И нужно срочно помогать нашим союзникам. Он типа Т-44. Я там не понимаю, как я попал. Вроде в реплее забор остался. В игре его не было. Ну, короче, какое-то читерство. Пока с этим ИС-6 возился, понял, что потерял позицию. Теперь меня суперпершник окружает. Я не успеваю убежать и помираю. Но ничего страшного. Теперь остался Пеграш у нас. В принципе, на него можно положиться в этом плане. Пока Пеграш воюет, я еще раз вам напомню. Что мы тут делали на Вайт-парке? Я искалит сил, если вы заметили, всю базу противников вдоль и поперек. Как только на мини-карте моя соображаловка отмечала, где есть окно, что можно в него заехать, в это окно. И будучи, по крайней мере, какое-то время в безопасности от вражеских снарядов, там находиться, дамажить. Как только ситуация меняется не в мою пользу, тут же срываюсь с места, уезжаю в другое место и уже оттуда пытаюсь так же сделать. Считай, пункт номер один. Если там тучи сгущаются, перемена мест и дальше, и дальше, и дальше, все одно и то же по одному и тому же сценарию. Самое главное, просто не расслабляться, держать всегда под контролем мини-карту. И тогда никаких шансов у вас не будет, чтобы вы как-то сожалели о том, что танк не тащит. Танк, на самом деле, очень даже интересный и очень даже тащит, но особенно, если играешь вот с такими вот игроками, как Пиграш, который выезжает бортом на Супер Першинга. Ну, бой данный почти подошел к концу. Конечно, у Супер Першинга тут немного шансов, правда, он еще ошибается, стреляет зачем-то в пустоту. Получает предпоследний свой смертельный выстрел, предсмертный. Ну, вот, и сейчас уже тут его окружает, тем более шансов у него, правда, нет. Но у Пиграша же еще подгорает, надо срочно выстрелить. Супер Першинга в очередной раз не пробивает, ну и победа. Итоги боя будут перед вами, и смотрим следующий бой. Ну, а теперь карта Утес. Мы опять же играем в том же самом составе. Бои уже теперь девятого уровня, как я вам и сказал. То есть, это мы как бы внизу списка находимся для премтанков. Нет артиллерии в бою. Вот уж не знаю почему, но этому я не сказанно рад. Раз нет артиллерии, то ФЦМ раскрывается. Он имеет еще больше поля для деятельности. А в тех боях, где много артиллерии, как правило, ну, я не сказал бы, что его в каждом бою убивает артиллерия ваншотом, как некоторые думают и боятся. Вообще-то нет. Вообще-то на моей памяти, вот я, по-моему, уже, ну, не сто боев, ну, или там что-то около того, довольно много, короче говоря, боев сыграл. И, ну, не было ни разу реально то, чтобы у меня бах, убило артиллерия. И я такой, да вы что, удивился. То есть, я к тому, что, в принципе, если под артиллерией-то не стоять, никто из, и не убьет от никакой артиллериста. Динамика есть, скорость есть. Поэтому, ну, какого-то особого, такого яркого нытья про артиллерию я пока не отметил на ФЦМе. Крайне мере, на своем игровом опыте. Ну, может быть, время покажет еще. Заезжаю на центр. На Утюсе, раз нет артиллерии, меня никто здесь не покарает. И если я буду действовать аккуратно, пользуясь всеми этими кустами, которые тут растут по кругу, этого вот небольшой полянки, вот, например, едет Т-34, он вроде бы один, я никого не вижу сквозь кусты. Здесь рядом никто не светится. Пока он один, видно, что большая часть команды спряталась внизу на второй линии. Они там встали все. Мы пока их оставим на будущее. Выцеливают Т-34, продолжая в этих всех кустах и низких ФПСах. Удается его дамажить, дамажить и дамажить. Он пока 784 ХП имеет. Вот оно все тает и тает. Он торопится с выстрелом, промахивается. Вижу лорку. А это вот уже серьезная опасность. Если я попаду в ней, в ей фокус, то не доживу до конца боя точно. Ну, что я делаю? Лорка пока пропала. Т-34 шотный. Пока он не добит, я не успокоюсь. Все, теперь успокоен. Теперь можно смело подставляться под лорейн. Вижу, что он у меня сводится. Я один раз из вредности пытаюсь уже выстрелить. Жалкая попытка сэкономить на ремке, она понимает, что она дорогого стоит. Вон, обошлась мне в 300 лишних ХП. Но все равно пришлось ее использовать, ремку. Чинить гуслю. Ну, и здесь под лоркой уже не постоишь. Там у нее по меньшей мере еще парочка снарядов есть. Я лучше ее оставлю на других союзников. И теперь пришла пора всех, кто любит постоять на первой-второй линии. Потому что я вам в очередной уже 10-й раз напоминаю, что на Утесе очень удобно это делать сверху. Если вы заняли позицию сверху, то вы всегда перестреляете тех, кто снизу. Даже на ФЦМе, хочу вам сказать. Потому что они тут, вокруг их уже враги. Враги на второй линии. Ну, враги для врагов. Наша команда, я имею в виду, стоит на второй линии. Этих он держит. Они на них пытаются там как-то агриться. Мы еще сверху бьем. И поэтому враг, как ни крути, а мы обязательно найдем какого-нибудь, который отвернется от нас и будет иметь возможность схватить по полной нашего снаряда. Типа вон Т-25-2 и так дальше. Ну, и данный бой, он, скажем, ничего несет в себе, не несет, я имею в виду, какого-то вот скилла или особых перемещений. Все, чем он закончится, по большему счету, это вот тем, что мы перебьем всех вот этих вот, которые тут на базе, на базе, говорю, на подъеме вот в эту горку пытаются здесь что-то сделать. Шансов у них тут никаких, естественно, их со всех сторон просто расстреливают, как у детей малых. Но сами виноваты. Бой без артиллерии могли бы и по верху ездить. Все это время у противника еще Леви не играет, на базе вон стоит. То есть с бронепробитием в 200, сколько, 12, да? Не ошибаюсь? ББшками можно все, что угодно пробивать. За исключением особо твердых танков, например, ИС-3 в лоб не всегда можно пробить. Нет, я не к тому, что нельзя пробить. Можно, но иногда бывает не пробить, а к ним нужно быть готовым. Ну, с другой стороны, ББшками обойтись можно. Но с танками 9 уровня, такие как Е-75, например, там, М-103, с ними уже не повоюешь регулярными снарядами, этими ББшками, и уже необходимо иметь все-таки запас голды. Только в этих случаях, в принципе, она нужна. Во всех остальных можно обойтись ББшками. Прем, на котором можно не стрелять голдой, например, как ФЦМ, это хороший прем, хороший показатель. На Супер Першинга, например, на ИС-6, на КВ-5 невозможно без голды вообще. Если ты вышел в бой без голды, будь готов к тому, что сделаешь 2-3 выстрела, никого не пробьешь, и, возможно, все. Результат боя будет уже. Так что в этом плане ФЦМ выгодно отличается от всех остальных премов, но он еще и невыгодно отличается от них тем, что у него большущий корпус и нет никакой брони. Об этом мы уже сами поговорили в предыдущем видео, более подробное, которое ориентировано уже было на обзор параметров. А это просто примеры боев, примеры боев. Забегу вперед, скажу, что я особо так ни в кого тут и не попаду, хотя имел все возможности, наверное, и поэтому в пору еще раз подвести итог. Но на Утесе, очевидно, победа была достигнута благодаря слаженной игре сверху, слаженной игре на правой половине карты, потому что сверху удобно разбивать всех, кто скопился внизу, и это делать можно совершенно без шансов для команды противника, что было в очередной раз продемонстрировано. На этом видео подошло к концу, спасибо, что смотрели, подписывайтесь на канал, перед вами будут итоги этого боя, ну и делайте выводы уже сами по статистике после боевой. Всем спасибо, всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok